Проведи лето в ритме UFC. Махачев Порье, Чимаев Уитакер, Волков Павлович, Конор Чендлер и многое другое. Подпишись на UFC Fight Pass на супервыгодных условиях и смотри турниры все лето. Ссылка в описании. Привет, босс. Это вы? Да, как дела? Я только что прилетел, мы в Джерси. Со мной Джастин Адамс, также известный как Ковбой, если не знали, теперь знаете. Я украл весь его образ, все, что он делал. В Техасе отлично работает, знаете. Хаури. И они в восторге, врубаете. Как обстановка. Мы всегда веселимся, неважно, бьемся мы с кем-то, стреляем, катаемся на лошадях, ввязываемся в драки. Не имеет значения, это всегда весело, всегда захватывающе. Мы смеемся, потому что если это не весело, нафиг это делать. Класс. Спасибо. Я впервые буду биться в Джерси, так близко к Нью-Йорку. Я называю его Майкл, хотя некоторые говорят Михал. Но я заряжен на бой, он хорошо выглядит. Я люблю зарубаться, так что выйду туда с пушками, устроим перестрелку, вернусь домой счастливым, гордым. И мы бьемся в среднем весе, так что еще и отъевшимся. Спасибо, брат. Спасибо, Кевин. Спасибо. Удачи в воскресенье. Так точно. Спасибо, ребят. Хабиб будет в моем углу, и теперь все медиа будут спрашивать меня об этом. Честно говоря, я очень рад этому, потому что он один из лучших как угловой, как тренер, как брат, как друг. Так что да. Приветствую. Рад тебя видеть. У меня для тебя подарок. За 294-й мы тебе должны пояс. Вот этот пояс. Сбоя в Абу-Даби. Турнир там выгравирован. У меня сейчас сколько рубинов? Вроде три. Три, и следующий будет не рубин. Мы сделаем бриллиант. Здорово ты придумал. А, бриллиант. Типа как Дастин, да? О, дастин. Сегодня мы начали день в 8.30 утра. Затем я пошел подписывать постеры, отметился. После этого мы посетили игру МЭДС. Затем у нас была хорошая тренировка. Уже вторая здесь, в Нью-Джерси. И сейчас время восстановиться, поужинать, отдохнуть и подготовиться к завтрашнему напряженному дню. А так в целом все в порядке. Слава Богу, все хорошо. Я счастлив. Вес уходит. Так что все будет хорошо. Если честно, отель хороший. И вся команда в сборе. И энергия. Мне нравится такая энергия. Уже давно я мечтаю просто погулять по Нью-Йорк-Сити. И моя мечта сбылась. Смотрите. Это Нью-Йорк, брат. Когда мы ехали сюда, в этот отель мне написал Хабиб. Эй, брат, впиши меня в угловых. Я такой, ты серьезно? Он такой, да. Это здорово. Но он и так всегда был с командой. Ни на момент ее не оставлял. Всегда поддерживал. Просто сейчас он все время проводит с ребятами. Плюс он будет в углу. И это придает сил, мотивации и хороший настрой команде. Я лучше, чем Коста. Мы это знаем, он это знает. Чтобы проиграть ему, я должен облажаться. И со мной такое случалось ранее. Конечно, но думаю, это не повторится в воскресенье. Ты видел, как он сделал первый бросок на бейсболе вчера? Нет, это было плохо. Промазал метра на три. А, ну, черт возьми. Зато этот парень может ударить ногой с разворота. Да не, ничего против Коста. Он смешной парень. Милое сердечко. Уж думал, лизнуть его, что ли, или чё? Как дела, мужик? Порядок. Тренируешься сегодня? Собираюсь. Где тренируешься? Я сделал небольшое кардио, но проведу еще две тренировки. Мы поедем. Куда мы едем? Зацени со спины. О, погнали, чувак. Это круто, мужик. Шон Стрикланд, дружище. Сразу спасибо, что уделил время. Я с бывшим чемпионом среднего веса Шоном Стрикландом в преддверии UFC 302. Ты бьешься с Пауло Костой. Что думаешь о нем, как о бойце? Да он будет все время отходить от меня, расставлять ловушки, пытаться взрываться. Базовые вещи. Я бы не назвал его умелым бойцом. Бывший чемпион, он добился того, чего от него почти никто не ждал. Он звезда. Нравится он вам или нет, он звезда. Так что смотрите UFC 302 в воскресенье. Погнали, Шон. Эй, погнали. Погнали, черт возьми. Мой чувак. Он охотится за хорошим бейглом. Он ни разу не ел хороший бейгл. А, ну не, в Дели, в Дели. А, бейгл обязательно, свежий бейгл. Все, чем славится Нью-Йорк, вы должны попробовать. Это ведь Эмпайр Стейт? Классно. Итак, мы в Нью-Йорк-Сити, приехали сюда из Нью-Джерси. Идет неделя боя, пытаемся убить время. И нельзя приехать сюда и не посетить Большое Яблоко. Быстрая остановка в Джоу's Pizza. Естественно, я есть не буду, только понюхаю. Есть что-то особенное или вкусное? Это называется пицца или пирог? Пирог. Почему тогда Джоу's Pizza? Видишь, здесь все прямо как в фильмах. А вот и мы, австралийцы. Мы на месте, детка. Только любовь, мы здесь. Мы на Тайм-Сквер наткнулись на пару фанатов. Естественно, тут много фанатов UFC. Но все равно сумасшествие, что тут узнают австралийских бойцов. Так что приятно, что нас знают во всем мире. Я с Кевином Холландом. Как ты намереваешься реабилитироваться и вернуться в титульную гонку? Я максимально жестко пну его по яйцам. Серьезно? Между ног? Да не, я угораю. Я буду бить прямую, правую, по центру, пытаться чисто поймать его и вырубить. Большое спасибо, Кевин. Удачи. Спасибо. Привет, Кевин. Как ты, босс? Все хорошо. Ты как? Отлично. Эта неделя боя отличается от предыдущей, потому что ты не гоняешь кучу веса. Да, мне это нравится, нравится. Меньше медиа, больше веселья, больше времени на себя, легкая весогонка, чувствую себя отлично. Я проиграл пару боев, которые не должен был проигрывать, но чувствую себя хорошо. И да, что есть, то есть. А ты почувствовал разницу в процессе подготовки? Да, я думаю, вообще в целом не так важен оппонент, как Кевин. Понимаешь, Кевину нужно быть готовым. Это все на сегодня? Вот мои повадки начали приносить плоды. Спасибо, ребят. Где Дастин? Где Дастин? Дастин, ты бился за пояс. Ты проходил через эти огромные моменты. Какой у тебя настрой перед этим боем? И дает ли тебе свободу тот факт, что ты и так будешь в Зале Славы? Честно говоря, я не знаю, сделал ли я достаточно для Зала Славы, но я знаю, что неоспоримый титул точно выведет меня в Зал Славы. И это важно для меня. И я знаю, что завоевание пояса завершит историю. Это последняя глава в книге. Дружище, удачи на выходных! Я бился с лучшими парнями в легком дивизионе, в мире, с некоторыми дважды. Я сделал все, я многих побил. Но я не добился статуса неоспоримого чемпиона. Именно ради этого я впервые надел перчатки. Так что это шанс сделать то, что я обещал сделать своей жене, когда мне было 17. Я поставил себе цель еще ребенком, я понятия не имел, во что ввязываюсь, но продолжал идти. И меня не раз списывали со счетов, я много раз был андердогом. Я был разбит и сломлен. Но после всего этого собраться и все равно сделать это? Вот чего я хочу. Вот кем я хочу быть. Время пришло. Я с улиц Лафаэта. Лафаэд в здании. Я стану чемпионом. Редактор субтитров А.Семкин